Ковер на площадке кампуса ДВФУ уже традиционно принимает один из самых важных турниров в календаре спортивной борьбы. Это всероссийские соревнования на Кубок Ректора. В этом году встреча лучших борцов страны стала юбилейной, 20-й по счету. Здесь у нас около 250 спортсменов, три дисциплины. Это греко-римская борьба, вольная борьба и вольная женская. А так 22 региона. Это абсолютно весь Дальний Восток плюс Сибирь. Такой большой интерес к Владивостокскому турниру не случайен. Он является мастерским. Это означает, что победитель получает звание мастера спорта. Поэтому каждая встреча была нелегкой. К тому же соревнования традиционно проходили по олимпийской системе, где проигравший спортсмен выбывал и мог лишь побороться за бронзу. Думал, выйду в следующем кругу, а меня вызвали. Я даже не успел размяться. Скинул себе одежду, трепон надел. И выбежал. Не разогрел организм. И тяжело было из-за этого. Тяжело схватка прошла, но я ее выиграл. Хотелось бы лучше, конечно, выиграть. Но получилось, как получилось. Была, конечно, первая схватка. Была тяжелой. Она тоже приехала бороться, не проиграть. Она была достойно сильной. Конечно, приехала завивать первое место. И чтобы было звание у меня мастера спорта России. Проведение во Владивостоке всероссийских соревнований также стало хорошим показателем для сборной страны. В начале мая национальная команда по греко-римской борьбе уже проводила здесь акклиматизационные сборы. В итоге сборники решили через год повторить тренировки в Приморской столице, где удобнее всего готовиться к Олимпиаде 2020 в Токио. Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом.